Это скорее не программа, а инициатива, с которой вышел Департамент образования. На самом деле, работая над проблемой буллинга среди подростков, в молодежной среде, мы все чаще сталкиваемся, к сожалению, с тем, что это явление не обошло стороной педагогов. И рядом с обоснованными иногда претензиями, которые мы понимаем, школа, живой организм случаются в абсолютно любом учебном учреждении, к сожалению, все чаще стали сталкиваться с противоправными действиями по отношению к учителю, с оскорблениями, с абсолютно беспочвенными обвинениями, а иногда и с физическим воздействием. Поэтому, не желая мириться с подобной ситуацией, мы, безусловно, должны защитить своих коллег. И в ближайшее время в Одессе пройдет целая серия встреч с учителями. Работать будут представители Департамента образования. Нам в помощь пришли сотрудники Управления национальной полиции. Это психологи, это правоохранители, это адвокаты. Люди, которые смогут научить педагогов достойно и грамотно реагировать на случаи буллинга по отношению к ним. Для этого мы, собственно, и создаем эту серию встреч, проводим ее, для того, чтобы люди знали, куда и в какой момент они могут обратиться, чтобы получить точечно, квалифицированную, незамедлительную помощь. В первую очередь, правовую помощь. Мы забываем, что учебно-воспитательный процесс состоит или проводится силами абсолютно равноправных участников. Это дети, в первую очередь, это наши учителя и родители. Люди, которые учат, воспитывают детей, они абсолютно равноправные. И над этой проблемой мы решили задуматься и поработать не случайно, именно потому, что, к сожалению, может быть, в силу нашего менталитета, если мы что-то, с чем-то боремся, то делаем это, не оглядываясь на все остальные стороны медали. И защита учителя, защита его чести и достоинства в Одессе должны занять должное, вот необходимое на сегодняшний день место. Думаю, что нам это поможет все-таки не столько в борьбе, я думаю, что речь должна идти не о борьбе, а в осознании всеми участниками учебного процесса, взрослыми участниками, что посредине баррикад дети.